Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Первая студия». Мы продолжаем комментировать наиболее важные и интересные события в жизни нашей республики. Вначале, по традиции, я представлю гостя и назову тему нашей программы. Итак, каждый житель нашей республики знает, что проблем в Дагестане более чем предостаточно. Может быть, даже больше, чем в любом другом субъекте Российской Федерации. И, конечно же, есть главная проблема – это обеспечение наших городов и районов качественной питьевой водой. О том, что делается в республике, мы попросили рассказать Османа Ахмедова, начальника управления Минстроя нашей республики. Осман Сатуддинович, добрый вечер. Добрый вечер, спасибо, что отозвались и пришли на нашу программу. Давайте начнем по порядку. Итак, самый большой водовод – это Черкей, Махачкала, Каспийск. Скажите, пожалуйста, на каком этапе идет строительство? По срокам? Пожалуйста. Добрый вечер. Спасибо за то, что пригласили нас в Черкей, Махачкала, Каспийск. Но именно вот этот водовод мы реализовываем уже в рамках федеральных механизмов, инфраструктурное меню называется, с привлечением средств из федерального бюджета, инфраструктурный бюджетный кредит в объеме 10 миллиардов 524 миллиона рублей. Как я ранее говорил, вот в прошлом году мы встречались, мы заключили контракт, называется контракт под ключ разработка проектно-смертной документации и выполнение строительных монтажных работ в рамках одного контракта в прошлом году. Но для строительства, для реализации этого объекта мы привлекли крупнейшую компанию, которая имеет опыт в строительстве подобных объектов и в других регионах. Это современная система реновации. В прошлом году в рамках заключенного контракта указанной компанией полностью проведены инженерные изыскания, большая часть проектной документации уже разработана. В самое ближайшее время мы должны получить уже положительные заключения экспертизы на некоторые этапы, и мы уже готовы приступить к строительным монтажным работам в мае текущего года. Хорошо. Следующий водовод, который очень ждут в республике, очень ждут в Буйнакске, это Черкей-Буйнакск. Водовод, который принесет долгожданную воду, чистую воду нашему любимому городу Буйнакску. Здесь как дела обстоят? Да, вот Черкей-Буйнакск называется этот водовод. Мы его включили как раз в федеральную программу, но федеральный проект «Чистая вода» в составе нацпроекта «Жиле и городская среда». Общий объем финансирования чуть более 2 миллиардов рублей. В прошлом году в рамках заключенного контракта мы выполнили колоссальный объем работы тоже с опережением графика. Выполнением строительных монтажных работ этого объекта занимается мост-отряд 99. Мы вообще в системе мониторинга Министерства строительства Российской Федерации находимся в зеленой зоне. В этом году мы завершаем строительные монтажные работы и вводим до 20 октября этот объект уже в эксплуатацию. В этом году жители Буйнакска уже получат тот объем воды. Осенью. Осенью, да. Тот объем воды и мы ликвидируем подчасовую подачу воды для жителей Буйнакска. Но следует отметить, сами внутрикородские сети города Буйнакска, они в настоящее время не рассчитаны принимать такой очень большой объем воды. В ветхом состоянии. Да, они в ветхом состоянии. И в этой части мы проводим колоссальную работу совместно с администрацией города Буйнакска. Мы, если получится, во второй половине текущего года будем уже направить средства из республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации уже на городские сети города Буйнакска. Конечно, 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 Осман Суддинович, это чрезвычайно важно, поскольку вы подадите чистую воду городу, но если коммуникации в испорченном состоянии, если они пропускают, если они ржавые, если они грязные, то в конечном итоге люди опять получат грязную воду. Коммуникации должны быть в хорошем состоянии. Кстати говоря, эта проблема характерна не только для Буйнакска, но и для всех остальных девяти городов нашей республики, включая столицу Дагестана. И поэтому, конечно, это как бы параллельная работа. Муниципалитеты должны, просто обязаны найти средства для того, чтобы каким-то образом поправить положение по внутригородским коммуникациям. Это чрезвычайно важно, чтобы люди действительно получили хорошую, качественную воду. Так, ну что, в общем-то, за Буйнакск мы очень рады. Если осенью в Буйнакске пойдет вода уже круглосуточно, что называется, не по часам, то это огромное, огромное событие для жителей Буйнакска, для жителей всей республики, потому что мы все Буйнакск любим. Это исторический город. Ну, очень хорошо. Главное, чтобы все состоялось осенью, как предусмотрено. Идем дальше. Дербент. Дербент – главная достопримечательность Дагестана. В общем-то, объект номер один в плане туристической привлекательности. Итак, известно, что несколько водоводов у нас будут питать Дербент. Шурдере Дербент – водовод. Сдача – 23-й год, указано. Пожалуйста, в каком состоянии? Нет. По Шурдере Дербент ввод в эксплуатацию мы планируем в 2024 году. Но не 23-й год. Не 23-й год. 24-й год. Поэтому мы его заявили наряду с другим объектом, Дербентским. Дербент – это как бы туристическая столица республики Дагестан. Дербенту тоже мы уделяем очень большое внимание в части обеспечения коммунальными объектами города. Шурдере Дербент, в настоящее время проектная документация на завершающей стадии, начало строительства мы по этому объекту планировали в текущем году. Начало строительства? Начало строительства. То есть еще не начали строить? Еще не начали строить. К большому-большому сожалению. Да. Мы в силу определенных объективных обстоятельств начало строительства именно этого объекта по предложению федерального органа власти, это Миниэкономразвитие России, переносим на 2024 год. С финансированием все хорошо? С финансированием все в порядке. Источник финансирования полностью определен в рамках уже государственной программы Российской Федерации – это развитие Северо-Кавказского федерального округа. Понятно. Еще один водовод, который также будет питать Дербент, это Кайтак Дербент. Да. Здесь как обстоят дела? По Кайтак Дербенту в прошлом году заключен контракт на выполнение строительных монтажных работ, тоже с опережением графика в настоящее время ведутся строительные монтажные работы. Его ввод мы планируем тоже в 2024 году. Общий объем более 2 миллиарда рублей у этого объекта. Вот этих двух водоводов будет достаточно для того, чтобы Дербентцы могли получать чистую воду в полном объеме и без каких-либо ограничений по времени? Совершенно верно. Учитывая, в настоящее время в каком-то объеме Дербент получает воду, после завершения строительства этих объектов Дербенте будет полностью ликвидировано. Проблема с нехваткой водой, да? Да. Но вопрос только в том, что еще годик придется потерпеть, да? Год придется потерпеть. Понятно, понятно. Следующий водовод у нас в Казбековском районе, да? Финансирование 800 миллионов рублей. Пожалуйста, скажите, на каком этапе этот водовод? Крупный тоже достаточно водовод, почти миллиард. Да. Пожалуйста. Круповой водовод планируется за счет этого водовода обеспечить питьевой водой 6 населенных пунктов Казбековского района. В настоящее время жители всех этих поселений чувствуют острый дефицит. В неделю один-два раза только подают воду. Этот объект, это вообще народный объект Казбековского района. В 2017 году, я помню, были очень много обращений в адрес и правительства, и Министерства строительства Республики Дагестан. Но тогда население Казбековского района за свой счет планировали начать строительство. Но, глядя на колоссальный объем работ, который необходимо выполнить для его строительства, по поручению председателя правительства мы подключились к этому водоводу. В феврале текущего года полностью разработали проект и получили положительное заключение экспертизы. В начале марта мы заявили Министерству строительства Российской Федерации этот объект для включения в федеральный проект «Чистая вода». И 16 марта наша заявка была защищена. Мы защитили свою заявку. И из федерального бюджета выделяют нам средства для строительства этого объекта. Общий объем финансированный 836 миллионов рублей. Когда планируете начать? Мы планируем, в первой половине апреля будут объявлены конкурсные процедуры. В мае будет заключен контракт на выполнение строительных монтажных работ. Подрядчикам. В текущем году всего лишь 148 миллионов рублей из республиканского бюджета, объем лимита. Остальные средства в 2024 году. В этом году начнете? В этом году. В этом году начнете работать, да, уже непосредственно? Ну, в принципе, Осман Суддинович, вот по вашим ответам, по настроению вашего учреждения, по тому, как говорит ваш министр Артур Абдулманафович, в принципе, вы, конечно, торопитесь, да? Насколько это возможно, вы торопитесь, да? Мы знаем позицию Сергея Меликова, главы нашей республики, он тоже постоянно торопит. Но, учитывая, в общем-то, нашу горную республику, конечно, здесь проектная документация делается достаточно непросто, да? Достаточно трудно, потому что у нас горный рельеф, потому что трубопровод вести по горам, вести, в общем-то, значит, даже по низменным территориям достаточно непросто, да? Поэтому нужно не ошибиться, нужно сделать так, чтобы, в общем-то, проект был качественный. Это, конечно, важно. Ну, вот, когда есть какие-то другие процедурные моменты, там, экспертиза и так далее, и так далее, все-таки, конечно, от всех жителей республики к вашему ведомству, конечно, огромная просьба максимально, максимально ускорить все эти процедуры. Но вы же понимаете, да, цена, какова цена этого вопроса, да? Ну, вот, слава богу, что осенью Буйнакск получит чистую воду, вот, ну, всем остальным, получается, придется немножко подождать, да? До следующего года, когда уже действительно, наверное, уже и в Казбековском районе, и в Дербенте, значит, уже пойдет чистая вода. Это очень хорошо. Скажите, пожалуйста, что касается, что касается качества строительства. Вот до передачи, вы уж извините, я напомню, мы с вами говорили, я как-то, значит, выразился по-простому, сказал о том, что, в общем-то, могут разворовать. Вы сказали нет. В данной ситуации, в нынешнее время, ситуация, подходы и контроль совершенно иной. Пожалуйста, в чем суть контроля, который позволит действительно в проект вложить вот все средства, предусмотренные по закону? Да, очень правильный вопрос. Ну, согласитесь, важный вопрос. Очень важный вопрос, да. Теперь, вот, последние несколько лет, если объект финансируется из федерального бюджета, контроль осуществляет федеральное учреждение. Называется Росстройконтроль. Ни один финансовый документ о строительстве того или иного объекта дагестанским заказчикам он не будет подписан, пока там нет резолюции представителей Росстройконтроля. Представители Росстройконтроля, их инспектора, они непосредственно находятся на площадке строительства того или иного объекта, проверяют качество, проверяют материал, проверяют соответствие выполняемых работ проектной документации. После того, как они убедились и увидели все это своими глазами, они вот подписывают все эти формы. Ими подписанной формой они поступают государственному заказчику Росстройки Дагестан или муниципальному заказчику. И только после этого документы идут на оплату. Ну, в общем, достаточно большая сложная схема, но, как вы считаете, эта схема позволяет сделать так, чтобы, в общем-то, качество соблюдалось. Совершенно верно. И о качестве, о темпах выполнения строительных монтажных работ они докладывают напрямую федеральным органам, исполнителям власти, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств. Поэтому независимо от того, что в каком субъекте, в каком регионе строится объект, они самостоятельно осуществляют строительный контроль и вот обеспечивают, чтобы объект был построен по проекту, качественно и как положено. Осман Сатудинович, ну вот мы говорили о том, что достаточно часто, значит, встречается такое негативное явление, как незаконные врезки. Да? Незаконные врезки. Судя по всему, вот по этим водоводам также могут появиться вот эти вот незаконные врезки, которые и повлияют и на качество работы, давление и так далее, и так далее. Что делается для того, чтобы избежать вот этих незаконных вещей? Я прошу прощения, знаете, да, даже вот в объявлениях, в газетных объявлениях, в интернете объявления есть, да, там, значит, мастера предлагают свои услуги, да, врезчика. То есть, пожалуйста, можете позвонить, заказать услугу и профессиональный врезчик придет и врежется либо в газовую трубу, либо, так сказать, водовод и обеспечит вам, вот, значит, левый источник потребления незаконной воды или газа. Пожалуйста. Да. Как обстоят дела у вас? Очень важный вопрос. Нами уже проделана определенная работа в целях недопущения несанкционированных врезок в ту или иную магистральную трубу. В частности, Черкей, Буйнакск, объект, который реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода». Мы знаем, это дополнительная нитка, которая будет следовать от черкейской насосной станции до самого города Буйнакск. В настоящее время существующие трубы там есть, которым уже врезаны попутные потребители, владельцы каких-то садов, там, сельхоз, угод и так далее. А в данном случае мы трубу закупаем из высокопрочного чугуна, шаровидным графитом. Этот материал сам исключает возможность не санкционированной врезки. А мы в случае необходимости по пути, если предусмотрено подключение попутного населенного пункта, там предусматриваем специальный отвод, который тот населенный пункт может законно подключиться, устанавливаем там прибор учета. Но это законные отводы, законные отводы. Да, законные отводы. А по другому объекту, вот черкей, Махачкала, Каспийск, тоже это магистральный водовод. Мы для населенных, попутных населенных пунктов будем оставлять отводы с приборами учета. И все эти магистральные такие объекты эксплуатировать будет государственное учреждение. В лице единого оператора сверли в отстанавливании воду отведения. Ну, наверное, все-таки и какая-то юридическая ответственность станет более, да? Совершенно верно. И юридическая ответственность. И когда такие объекты будут находиться в государственной собственности, а не в муниципальной, то ответственные должностные лица заинтересованы беречь эти объекты от несанкционированных врезок. Ну, это серьезная проблема относительно незаконных врезок, потому что люди врезаются, начинают поливать свои огороды, свои сады, получается чистой питьевой водой, да? Совершенно верно. В принципе, конечно, это безобразие. Нужно решать вопрос с поливной водой, каким-то образом находить методы и пути решения данного вопроса. Но то, что питьевая вода идет как бы на посторонние нужды, с этим надо бороться, это никуда не годится. Еще один большой вопрос, Осман Салудинович, вы уж извините, мы подготовили много для вас вопросов. Как обстоят дела по водоотведению, по вопросам водоотведения и строительства очистных сооружений? Пожалуйста. Водоотведение – это… Канализация, грубо говоря. Канализация, да. Это вопрос тоже имеет очень важное и социальное, и экономическое значение для республики Дагестан. Мы вот, и раньше об этом мы говорили, что в рамках государственной программы Российской Федерации, развития СКФО, очистные сооружения ряда городов, это начиная с Дербента, да, Дербент, Дагестанские огни, Буйнакск, Хасаверт. Мы уже заявили эту программу. А очистные сооружения на последующие годы, начиная с финансированием с 2023 и последующие годы, Кизляр, Южно-Сухокумск, Избербаш, Кизилюрт, тоже мы будем туда же заявлять. Мы уже заявили, но я думаю, до конца текущего года заявка будет рассмотрена Минэкономным развитием России, и дополнительное финансирование для республики Дагестан будет предусмотрено. Вот первые очистные сооружения в своем прямом эфире глава республики тоже обозначил, в Дербенте уже построили очистные сооружения канализации. Объект введен в эксплуатацию. Это первые очистные сооружения в городах, действующие очистные сооружения нашей республики. Дальше, в настоящее время, вот в городах Буйнакске и Хасаюрте продолжается разработка проектно-смертной документации очистных сооружений. По мере завершения они тоже будут заявлены для уже финансирования строительно-монтажных работ непосредственно. По Махачкале? По Махачкале. Это самый главный инфраструктурный объект нашей республики – Махачкала-Каспийск. Это прибрежные города для махачкалинско-каспийской агломерации. Мы помним, начиная с 1988 года, эта история начинается, строительство очистных сооружений. По сей день отсутствуют очистные сооружения, способные принимать все существующие фактические стоки. В целях решения этой проблемы глава республики Дагестан, правительство, мы, министрой, проработали все вопросы и в правительстве Российской Федерации, и в Министерстве строительства, и в жилищно-коммунальном хозяйстве республики Дагестан. Мы определили все мероприятия, необходимые для функционирования этих очистных сооружений, с учетом увеличения мощности до 360 тысяч кубических метров в сутки. На сегодняшний день общая стоимость где-то 23 миллиарда рублей. У нас источник финансирования определенного мероприятия стоимостью где-то 10 миллиардов рублей. А эти оставшиеся 13 миллиардов рублей, я думаю, до конца апреля этот вопрос тоже будет решен главой Республики Дагестан и министром строительства Республики Дагестан Артуром Адумановичем. Мы уже занимаемся подготовкой заявки для привлечения этих 13 миллиардов рублей. Но поскольку объект масштабный, крупный, в течение двух лет, конечно, не получится полностью расширить и ввести в эксплуатацию этот объект, но я думаю, в ближайшие 3, максимум 4 года на территории города Каспийска будут уже функционировать мощные, большие, современные очистные сооружения для махачкалинско-каспийской акгломерации. В этом году некоторые мероприятия, начало строительства, мы планируем уже осуществить. Потому что вы сказали, в принципе, ну понятно, что, в общем-то, начали этот процесс. В ближайшие 3-4 года мощные современные очистные сооружения будут построены в Республике. Это хорошая информация, но опять-таки мы торопим, мы торопим, торопим и еще раз торопим. Конечно, это очень важно. Но у нас уже практически времени не осталось. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Спасибо вам большое. Мы желаем вашему ведомству, всем людям, которые задействованы на строительстве и водоводов, и очистных сооружений, конечно, сделать всю эту работу качественно и в срок, и как можно быстрее. Потому что люди очень нуждаются и в чистой воде, и очень нуждаются в решении экологических проблем. Это чрезвычайно важно. Вам спасибо большое. Уважаемые телезрители, это была программа «Первая студия». Спасибо вам большое за ваше внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»